Доброе утро! Коротко о главных событиях наступившего дня расскажу вам я, Полина Шорохова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Региональный штаб Общероссийского Народного фронта презентовал три федеральных проекта. Все они построены по принципу обратной связи и так или иначе касаются вопросов благоустройства. Наибольшую популярность ожидает, судя по всему, проект «Дорожная инспекция». С помощью сайта дороги.дефис.онф.ру каждый житель Новгородской области может отметить в участке трасс плохого качества. Этот проект стартовал 14 февраля и уже имеет результаты. На сайте уже сделано много отметок и буквально сегодня уже виден результат нашей работы. Мэр Великого Новгорода Юрий Иванович Бобрышев дал поручение по результатам обращения граждан на вот этот сайт отремонтировать в первую очередь Комовский мост и виадукт. По принципу интерактивности также создан проект «Генеральная уборка», в рамках которого предлагается отмечать на карте специального ресурса незаконные свалки мусора. На базе Народного фронта также создан центр мониторинга благоустройства городской среды. Его активисты вместе с местными жителями отслеживают состояние дворов и общедоступных зон отдыха. Добавим, что всю подробную информацию по новым проектам можно найти на сайте Общероссийского Народного фронта. Новгородцы продолжают обращаться по поводу заключения договоров на техобслуживание газового оборудования. Людей интересуют, обязаны ли они это делать. Как разъясняет областной комитет государственного жилищного надзора, заключить договор собственники обязаны. Более того, теперь, согласно изменениям в административном кодексе, за отсутствие договора владельцы плиты или водонагревателя, работающего на голубом топливе, могут получить штраф до 2000 рублей. Также предусмотрена ответственность за отказ спустить газовика в квартиру. У нас сейчас появился некий список тех жильцов, которые не хотят заключать эти договора. В соответствии с административным кодексом мы будем проводить работу именно по привлечению к административной ответственности таких собственников, которые отказываются от заключения этих договоров. Второй момент, что газоснабжающая организация имеет полное право отключать такие квартиры от подачи газа там, где нет договоров на внутриквартирное газовое оборудование. По закону, техническое обслуживание газовых приборов должно проходить раз в три года. Наговор можно заключить с любой специализированной организацией. Техники проверят герметичность оборудования, протестируют автоматику безопасности. Все это делается для того, чтобы минимизировать число аварий. Кремлевская библиотека в Великом Новгороде стала участником проекта Агромания, инициированного Общественной палатой России. С помощью этой акции библиотеки ищут альтернативные источники для комплектования своих фондов. Книги собираются неравнодушными читателями, а сотрудники Кремлевки направляют их в районы Новгородской области. Особенно остро сейчас библиотеки нуждаются в ярких красочных книгах для детей и малышей, литературе по точным естественным наукам и по искусству. Поступают запросы на современную художественную литературу и классику по программному школьному чтению. Желающие помочь могут прийти в Кремлевскую библиотеку и познакомиться с подробным списком литературы. Акция «Бессрочная» уже удалось собрать более 800 экземпляров книг. В Великом Новгороде прошла презентация народного путеводителя. Новый аудиогид позволит туристам свернуть с оживленных троп и отправиться на прогулку по оригинальному маршруту. Возможностью рассказать путешественникам о любимых местах нашего древнего города воспользовались 30 новгородцев. Некоторые составляли аудиоэкскурсии всей семьей. Они знакомили гостей Великого Новгорода с вехами развития мужской гимназии, истории церкви великомученика Пантелеймона и здания офицерского собрания. Новый аудиогид по Великому Новгороду туристы могут бесплатно скачать на сайте музея Новгорода РФ или в мобильном приложении Easy Travel. Кроме того, он будет транслироваться на остановочных комплексах города и у Гонзейского фонтана. Новгородский музей-заповедник представил новую интерактивную этнографическую выставку. Она открылась в церкви Жон Мироносец на Ярославовом дворище. На выставке представлены предметы, характерные для русской деревни, середины 19-го – начала 20-го веков. Показываем инструменты бондарь, изделия бондарные, показываем изготовление лопат, изготовление граблей. Это все характерно было, особенно в Новгородском уезде. Обечайки, даже слова некоторые не знают. Но когда-то в руки сито решет обрали, так вот эта лубиная часть обечайкой называлась. Рабочие инструменты русских крестьян можно не только посмотреть, но и испытать в деле. Здесь будут проводиться мастер-классы по валянию изделий из овечьей шерсти, по вязанию спицами, крючком, иглой, по изготовлению тряпичных кукол. Каждый желающий сможет изготовить сувенирную память своими руками. Экспозиция подготовлена после закрытия на реставрацию выставочных залов Музея деревянного зодчества Витославлицы и будет работать на новом месте до окончания реставрационных работ. У меня на этом все. Желаю вам легкого начала рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова